Деловая активность Китая по расчетам экспертов британского банка HSBC снижается. В последние месяцы 2013 года промышленности сектора услуг Поднебесной сохранили свой рост, однако темпы этого роста замедлились. Согласно предоставленным данным, общее значение деловой активности снизилось с 8-месячного максимума, отмеченного в ноябре на уровне в 52,3. Декабрьский показатель опустился до 51,2 пункта. Данные несколько обескуражили трейдеров. В последнее время китайские производители сообщали о наращивании объемов выпускаемой продукции, в то время как предприниматели сферы услуг говорили об умеренном росте числа новых заказов. Тем не менее, такие новости не повлияли на интерес трейдеров к покупкам нефти. После падения цен на нефть, отмеченного на прошлой торговой неделе, нынешнюю котировку черного золота встретили с бычьими настроениями. Баррель нефтяной смеси марки WTI подорожал на 22 цента, Brent на 13 центов США. Следом за своим крупнейшим торговым партнером Австралия также просигнализировала об ухудшении ситуации с деловой активностью. В секторе услуг снова отмечен спад, причем в декабре показатель продемонстрировал свое минимальное значение с августа 2013 года – 46,1 пункта. Впрочем, аналогичная ситуация и в производственном секторе Австралии, где в декабре также PMI углубился в зоне спада. Большинство австралийских предпринимателей весьма скептично настроены в отношении дальнейших перспектив развития национальной экономики. Следите за последними новостями в мире финансов с компанией Инстафорекс. До свидания.